Антология чтений Слов Всемогущего Бога Божий труд, Божий характер и Сам Бог. Часть вторая. В то время, когда жил Авраам, Бог уничтожил один город. Этот город назывался Содом. Вне сомнения, многие знают историю Содома, но никому не известны мысли Бога, которые стали подоплекой его решения разрушить этот город. Поэтому сегодня из ниже приведенного диалога Бога с Авраамом мы узнаем о его мыслях на тот момент, а также узнаем больше о его характере. Итак, давайте прочтем следующие отрывки Писания. Б. Бог должен уничтожить Содом. И Егова сказал, «Если я найду в городе Содоме пятьдесят праведников, то я ради них пощажу все место сие». «Бытие», глава восемнадцатая, стих двадцать шестой. Авраам продолжал говорить с ним и сказал, «Может быть, найдется там сорок?» Он сказал, «Не сделаю». «Бытие», глава восемнадцатая, стих двадцать девятый. «И сказал Авраам, «Может быть, найдется там тридцать?» Он сказал, «Не сделаю». «Бытие», глава восемнадцатая, стих тридцатый. Авраам сказал, «Может быть, найдется там двадцать?» Он сказал, «Не истреблю». «Бытие», глава восемнадцатая, стих тридцать первый. Авраам сказал, «Может быть, найдется там десять?» Он сказал, «Не истреблю». «Бытие», глава восемнадцатая, стих тридцать второй. Вот несколько отрывков, которые я взял из Библии. Это не полные, не оригинальные версии. Если вы хотите увидеть полную версию, можете посмотреть сами в Библии. Чтобы сэкономить время, я опустил часть оригинального текста. Я выбрал лишь несколько ключевых отрывков и предложений, опустив несколько предложений, не имеющих отношения к нашей сегодняшней беседе. Во всех отрывках и тексте, которые мы обсуждаем, наше внимание сосредоточено не на деталях истории и не на поведении человека в этих историях. Вместо этого мы говорим лишь о том, какими были мысли и идеи Бога в то время. В мыслях и идеях Бога мы сможем увидеть характер Бога, а во всем, что Бог сделал, мы увидим самого истинного Бога и таким образом достигнем нашей цели. Бог заботится лишь о тех, кто способен повиноваться Его словам и выполнять Его веления. В вышеприведенных отрывках есть несколько ключевых слов. Это числа. Сначала Иегова сказал, что если Он найдет 50 праведников в этом городе, то пощадит его, то есть Он не уничтожит город. Нашлось ли 50 праведников в Содоме? Нет, не нашлось. Что после этого Авраам спросил у Бога? Он спросил, «Может быть, найдется там 40?» И Бог ответил, «Не сделаю». Затем Авраам спросил, «Может быть, найдется там 30?» И Бог ответил, «Не сделаю». «Может быть, найдется там 20?» «Не истреблю». «Десять?» «Не истреблю». Нашлось ли 10 праведников в этом городе? Нет, 10 праведников там не было. Был лишь один. Кто это был? Это был Лот. В то время был лишь один праведный человек в Содоме. Но был ли Бог слишком строгим и требовательным, когда дело дошло до этого количества? Нет, не был. И когда человек продолжал спрашивать у него, «А если будет 40, а 30 и так далее, пока не дошел до 10?» Бог ответил, «Даже если будет только 10 праведников, я не разрушу город. Я пощажу его и прощу и других его жителей, помимо этих десяти». Десять человек – это довольно жалкое количество. Но, как оказалось, в Содоме не было и 10 праведных людей. Ты видишь за тем, что в глазах Бога грех и порог его жителей были таковы, что Богу не оставалось другого выбора, как уничтожить их. Что имел в виду Бог, сказав, что не уничтожит город, если в нем найдется 50 праведных людей? Данное количество было неважным для Бога. Важным было то, есть ли в городе праведные люди, такие, которых он хотел бы видеть. И даже если бы в городе был лишь один праведный человек, Бог не допустил бы, чтобы он пострадал вследствие разрушения города. Это значит, что независимо от того, собрался ли Бог уничтожить город, независимо от того, сколько в нем было праведных людей, для Бога этот грешный город был проклятым и отвратительным. И подлежал уничтожению, он должен был исчезнуть с Божьих глаз долой, в то время как праведные люди должны были остаться в живых. Независимо от периода, от стадии развития человечества, отношение Бога остается неизменным. Он ненавидит зло, но заботится о тех, кто праведен в его глазах. Эта четкая позиция Бога также является истинным откровением о сущности Бога. Так как в городе был всего один праведный человек, Бог больше не колебался. Конечным результатом стало неизбежное уничтожение Содома. Что вы видите в этом? В то время Бог не уничтожил бы город, ни если бы в нем было 50 праведников, ни если бы их было 10. Это означает, что Бог готов простить и быть терпимым по отношению к человечеству или наставлять его ради нескольких людей, способных почитать его и поклоняться ему. Бог высоко ценит праведность человека, высоко ценит тех, кто способен почитать его, и высоко ценит тех, кто способен совершать перед ним добрые дела. Случалось ли вам читать в Библии с древнейших времен и до настоящего времени, чтобы Бог говорил об истине или о пути Божьем какому-то человеку? Нет. Никогда. Слова Бога к человеку, о которых мы читаем, только говорили человеку, что ему делать. Некоторые так и поступали, некоторые нет. Некоторые верили, некоторые нет. Вот и все. Таким образом, праведные люди того времени, те, кто были праведными в глазах Бога, это просто те, кто смог услышать слова Бога и кто последовал его велениям. Это были слуги, которые притворяли в жизнь слова Бога. Можно ли назвать их людьми, знающими Бога? Можно ли назвать их людьми, которых Бог сделал совершенными? Нет. Нельзя. И поэтому, независимо от их количества, были ли эти праведные в глазах Бога достойны звания Его доверенных лиц? Можно ли их назвать свидетелями Бога? Конечно же, нет. Они, конечно же, не были достойны звания доверенных лиц или свидетелей Бога. Тогда как же Бог называл таких людей? В Библии, вплоть до тех отрывков, которые мы с вами только что прочитали, есть много примеров, когда Бог называет их «Мои слуги». То есть, в то время, в глазах Бога, эти праведники были слугами Бога. Они были людьми, которые служили Ему на земле. Что Бог думает о таком названии? Почему Он так их называет? Есть ли в сердце Бога некие стандарты, согласно которым Он называет людей? Безусловно, у Бога есть свои стандарты. Называет ли Он людей праведными, совершенными, правыми или слугами? Когда Он называет кого-то Своим слугой, Он твердо верит, что этот человек способен принять Его посланников, следовать Его велениям и выполнить то, что велено посланниками. Что выполняет этот человек? То, что Бог повелевает человеку сделать и выполнить на земле. Можно ли назвать то, что в то время Бог просил человека сделать и выполнить на земле путем Божьим? Нет, нельзя. Потому что тогда Бог просил человека выполнить всего несколько простых вещей. Он произносил лишь несколько простых приказаний, говоря человеку только сделать то или иное и больше ничего. Бог действовал в соответствии со Своим планом. В то время многих условий еще просто не существовало. Время еще не пришло и человечеству было сложно идти путем Божьим, так как путь Божий еще только должен был изойти из сердца Бога. Из этого мы понимаем, что независимо от существования тридцати или двадцати праведных, о которых говорил Бог, в глазах Его все они были Его слугами. Когда посланники Бога являлись этим слугом, те способны были принять их, следовать их велениям и поступать в соответствии с их словами. Вот что в точности должны были делать и чего должны были достичь слуги Божьи в глазах Бога. Бог рассудителен в Своем выборе имен для людей. Он называл их Своими слугами не потому, что они были такими, как вы сейчас, прослушали много проповедей, знали, что должен делать Бог, понимали многое из Его воли и понимали Его план управления. Но потому, что их человеческая натура была честна и они были способны соблюдать слова Бога. Когда Бог повелевал им что-то, они могли отложить в сторону свои дела и выполнить то, что повелел Бог. Поэтому для Бога другое значение звания слуги заключалось в том, что они содействовали Его работе на земле и даже не являясь посланниками Бога, они были исполнителями теми, кто реализовал слова Бога на земле. Как видите, эти слуги или праведные люди имели большой вес в сердце Бога. Та работа, которую должен был предпринять Бог на земле, не состоялась бы без людей, которые взаимодействовали с Ним. И та роль, которую исполняли слуги, не могла быть исполнена посланниками Божьими. Каждая задача, которую Бог поручал этим слугам, была для Него очень важна, и Бог не мог потерять их. Без взаимодействия слуг с Богом, Его работа среди людей зашла в тупик, в результате чего Божий план управления и надежды Бога сошли бы на нет. Бог бесконечно милостив по отношению к тем, о ком Он заботится, и глубоко разгневан на тех, кого Он отвергает и ненавидит. Находим ли мы в библейских рассказах упоминания о том, было ли в Содоме десять слуг Божьих? Нет. Был ли город достоин пощады Бога? Только к одному человеку в городе, Лоту, пришли Божьи посланники. Смысл этого следующий. В городе был лишь один слуга Божий, поэтому Богу не оставалось иного, как спасти Лота и уничтожить город Содом. Диалог между Авраамом и Богом может показаться простым, но он иллюстрирует одну очень глубокую вещь. Действие Бога основано на его принципах, и прежде чем принять решение, он проводит много времени в наблюдениях и размышлениях. И пока не придет время, он безусловно не принимает решения и не делает поспешных выводов. Диалог между Авраамом и Богом показывает нам, что решение Бога уничтожить Содом нисколько не было ошибочным, так как Бог уже знал, что в городе нет ни сорока, ни тридцати, ни двадцати праведных. Не было там и десяти праведных. Единственным праведным человеком в городе был Лот. Бог наблюдал все происходящее в Содоме, все обстоятельства. Он знал это все как свои пять пальцев. Таким образом, его решение не было ошибочным. В то же время, в сравнении со всемогуществом Бога, человек такой несообразительный, глупый и невежественный, такой недальновидный. Вот что мы видим в диалоге между Авраамом и Богом. Бог проявляет свой характер с самого начала и до настоящего времени. И в этом случае точно так же мы должны увидеть характер Бога. Числа просты, и они ничего не демонстрируют, но позволяют увидеть важное проявление характера Бога. Бог не уничтожил бы город, будь в нем пятьдесят праведников. Это объясняется милостью Бога или его любовью и терпимостью. Увидели ли вы эту сторону характера Бога? И будь в городе всего десять праведников, Бог не уничтожил бы его ради этих десяти праведных людей. Разве это не есть пример любви и терпимости Бога? Благодаря своей милости, терпимости и заботе о праведных людях, он не уничтожил бы города. Вот какова терпимость Бога. И в конечном счете, какой результат мы видим? Когда Авраам спросил, «Владыка, может быть, найдется там десять?» Он сказал, «Не истреблю». После этого Авраам больше ничего не говорил, так как в Содоме не было и тех десяти праведников, о которых он спрашивал. И ему нечего было на это сказать. И в тот момент он понял, почему Бог решил уничтожить Содом. Какую черту характера Бога вы видите в этом? Какое решение принял Бог? Если в городе нет и десяти праведных людей, Бог не допускает его существования и неизбежно уничтожит его? Разве это не есть гнев Божий? Говорит ли этот гнев о характере Бога? Является ли он откровением о святой сущности Бога? Является ли он откровением о праведной сущности Бога, которую человек не должен оскорблять? Убедившись, что в Содоме не было и десяти праведников, Бог был уверен в своем решении уничтожить город и строго наказать его жителей, так как они сопротивлялись Богу и пребывали в порочном и развращенном состоянии. Почему мы проанализировали данные отрывки таким образом? Потому что эти несколько простых предложений дают нам полное представление о характере Бога с его бесконечной милостью и силой гнева. Высоко ценя праведных, относясь к ним с милостью и терпимостью и заботясь о них, Бог в то же время питал в своем сердце глубокое отвращение к порочным людям Содома. Разве это не пример бесконечной милости и беспощадного гнева? Каким образом Бог уничтожил этот город? С помощью огня? Почему он уничтожил его огнем? Наблюдая, как что-то сгорает в огне или собираясь сжечь что-то, что ты чувствуешь по этому поводу? Почему ты хочешь сжечь эту вещь? Ты чувствуешь, что данная вещь тебе больше не нужна? Что ты больше не хочешь на нее смотреть? Хочешь отказаться от нее? Использование Богом огня символизирует отказ и ненависть, а также то, что он больше не желал видеть Содом. Вот эмоция, которая заставила Бога стереть Содом с лица земли с помощью огня. Использование огня говорит о том, насколько рассержен был Бог. Милость и терпимость Бога поистине существует, но святость и праведность Бога в тот момент, когда Он дает волю своему гневу, также показывают человеку ту сторону Бога, которая не терпит оскорблений. Когда человек полностью способен подчиниться велениям Бога и поступает в соответствии с требованиями Бога, Бог изобилует своей милостью по отношению к человеку. Когда же человек полон порока, ненависти и враждебности по отношению к нему, Бог глубоко разгневан. Насколько глубок его гнев? Его гнев не пристанет до тех пор, пока Бог больше не увидит сопротивления и злых дел человека, пока они не исчезнут из виду. Только тогда проходит гнев Бога. Другими словами, неважно, что это за человек, если его сердце отдалилось, безвозвратно отвернулось от Бога, то как бы внешне или в своих субъективных желаниях он не хотел почитать Бога и следовать за ним, повиноваться Богу в своем теле или мышлении, как только его сердце отворачивается от Бога, гнев Божий будет обрушиваться на него непрестанно. И когда Бог дает волю своему гневу, при том, что он предоставил человеку все возможности, как только он дает волю своему гневу, его невозможно остановить, и Бог никогда больше не будет милостивым или терпимым к этому человеку. Вот сторона характера Бога, которая не терпит оскорблений. В данном контексте людям кажется нормальным то, что Бог собирается разрушить город, ибо в глазах Бога город, полный греха, не имеет права существовать и оставаться на земле. И логично, что Бог решает уничтожить его. Однако в том, что произошло до и после уничтожения Богом Содома, мы видим целостность характера Бога. Он терпим и милостив по отношению к доброму, прекрасному и хорошему. В отношении же злого, грешного или порочного он испытывает глубокий гнев, и гнев его непреходящий. вот два основных наиболее выдающихся аспекта характера Бога. Более того, Бог являет их с самого начала и до конца. Изобильную милость и глубокий гнев. Большинство из присутствующих здесь испытали на себе милость Бога, но очень немногие ощутили гнев Бога. Милость Бога и Его милосердие можно увидеть в жизни каждого человека, то есть Бог бесконечно милостив по отношению к каждому человеку. И очень редко, или можно сказать никогда, Бог не испытывал глубокий гнев по отношению к отдельным людям или какой-то группе людей среди присутствующих здесь. Расслабьтесь. Рано или поздно гнев Бога испытает или увидит каждый человек, но пока еще время не пришло. Почему? Потому что когда Бог постоянно гневается на кого-то, то есть когда Он дает волю Своему сильному гневу в отношении данного человека, это означает, что Он уже давно ненавидит и отвергает этого человека. Он презирает его существование и больше уже не может его вынести. И как только его гнев обрушится на этого человека, тот перестанет существовать. На сегодняшний день работа Бога еще не дошла до этого предела. Никто из вас не сможет вынести силу гнева Бога. Как видите, сейчас Бог только бесконечно милостив по отношению ко всем вам, а Его беспощадный гнев вы пока еще не видели. Если кто-то из вас все еще сомневается в этом, попросите, чтобы гнев Божий обрушился на вас, чтобы вы смогли испытать на себе, существует ли на самом деле гнев Божий и Его характер, который человек не вправе оскорблять. Осмелитесь ли вы на это? Люди последнего времени видят гнев Божий только в Его словах, но не испытывают гнев Бога на самом деле. Следует ли обсуждать те две стороны характера Бога, которые мы видим в данных отрывках? Услышав эту историю, пришли ли вы к новому пониманию Бога? Что это за понимание? Можно сказать, что с момента создания человечества и до настоящего времени никакая группа людей не испытывала такую благодать или милость и милосердие Бога, как это последнее человеческое поколение? Несмотря на то, что на заключительном этапе Бог выполняет работу суда и наказания, и Он выполняет ее с величием и гневом, большую часть времени Бог использует только слова для выполнения своей работы. Он использует слова для того, чтобы обучать и поить и обеспечивать и питать. Между тем, гнев Божий всегда скрыт, и помимо ощущения гневного характера Бога в Его словах, очень мало кто из людей испытал на себе его гнев. То есть, несмотря на то, что во время Божьей работы суда и обличения гнев в словах Бога позволяет людям ощутить величие Бога и Его нетерпимость к оскорблениям, этот гнев не идет дальше Его слов. Другими словами, Бог использует слова, чтобы укорять человека, обличать его, судить, наказывать и даже осуждать человека. Однако Бог все еще не испытывал достаточно сильного гнева по отношению к человеку. Гнев его по отношению к человеку ограничился в основном его словами. Таким образом, милость и милосердие Бога, которые ощущает человек в нынешнее время, это откровение об истинном характере Бога. В то время, как гнев Божий ощущаемый человеком, это всего лишь эффект интонации и силы его речей. Многие люди ошибочно принимают этот эффект за действительное знание и опыт переживания гнева Божьего. И, следовательно, большинство людей считают, что они видели милость и милосердие Бога в его словах, что они познали нетерпимость Бога к человеческим оскорблениям, и большинство из них даже оценили милость и терпимость Бога по отношению к человеку. Но каким бы плохим ни было поведение человека, каким бы порочным ни был его характер, Бог всегда относится к этому терпимо. Цель его терпения подождать, пока сказанные им слова, сделанные им усилия и та цена, которую он заплатил, возымеют свое действие в людях, которых он желает приобрести. Ожидание такого результата требует времени и предполагает создание для человека различных условий. Ведь и взрослыми людьми не становятся сразу после рождения. Им нужно 18-19 лет, а некоторым 20, а то и 30 лет, чтобы вырасти и стать по-настоящему взрослыми. Бог ожидает завершения этого процесса. Он ожидает наступления этого времени. Он ожидает этого результата. И во время своего ожидания Бог бесконечно милостив. Во время Божьей работы поражается очень небольшое количество людей. Некоторые подвергаются наказанию из-за своего сильного сопротивления Богу. Такие примеры являются еще большим доказательством характера Бога, не терпящего человеческих оскорблений, и полностью подтверждают толерантность и терпимость Бога по отношению к избранным. Конечно, в этих типичных примерах проявление некоторых аспектов характера Бога в отношении этих людей не влияет на общий Божий план управления. По сути, на заключительном этапе Божьей работы Бог с терпением относится к человеку на протяжении всего периода своего ожидания. Он отдает свое терпение и свою жизнь ради спасения тех, кто следует за Ним. Вы понимаете это? Бог не нарушает свой план без причины. Он может дать волю своему гневу, но Он также может быть милостив. Вот откровение о двух главных составляющих характера Бога. Ясно это или нет? Другими словами, в том, что касается Бога, правильное и неправильное, позитивное и негативное, справедливое и несправедливое, все это четко показывается человеку. То, что он сделает, что ему нравится и что он ненавидит, все это четко отражается в характере Бога. Эти вещи можно ясно, отчетливо увидеть и в Божьей работе. И они не неопределенные или общие. Напротив, они позволяют людям увидеть характер Бога, то, чем Он обладает и кем Он является абсолютно конкретным, действительным и практическим образом. Это Сам истинный Бог. Характер Бога никогда не скрывается от человека. Сердце человека отошло от Бога. Если бы я не говорил об этих вещах, никто из вас не смог бы увидеть настоящий характер Бога в библейских историях. Это факт. Это связано с тем, что хотя в библейских историях и описаны некоторые вещи, сделанные Богом. Бог сказал лишь несколько слов, не объясняя прямо человеку своего характера и не говоря ему открыто о своей воле. Последнее поколение рассматривают описанное в Библии всего лишь как рассказы, поэтому людям кажется, что Бог скрывается от человека, что не личность Бога скрыта от человека, но его характер и воля. После сегодняшней моей беседы вам все еще кажется, что Бог полностью скрыт от человека. Вы все еще считаете, что характер Бога скрыт от человека. Со времен создания человека характер Бога проявляется в его работе. Он никогда не был скрыт от человека и всегда был полностью оглашен и разъяснен человеку. Однако со временем сердце человека стало отдаляться от Бога. И по мере того, как человек погружался в порог, человек и Бог все больше отдалялись друг от друга. Медленно, но верно, человек исчез из поля зрения Бога. Человек потерял способность видеть Бога, в результате чего он остался без новостей от Бога. Таким образом, человек не знает, существует ли Бог, и более того, отрицает существование Бога. Следовательно, непонимание человеком характера Бога, того, чем он обладает и кем он является, вызвано не тем, что Бог скрывается от человека, но тем, что сердце человека отвернулось от Бога. И хотя человек верит в Бога, сердце его без Бога, и он не знает, как любить Бога, да и не хочет любить Бога, так как сердце его не приближается к Богу, а он всегда избегает Бога. В результате сердце человека находится далеко от Бога. Где же его сердце? по сути сердце человека никуда не ушло, но вместо того, чтобы отдать его Богу или позволить Богу увидеть его, человек хранит его для себя. И это несмотря на тот факт, что некоторые люди часто молятся Богу, говоря, «О Боже, взгляни на мое сердце, ты знаешь все, о чем мыслью». А некоторые даже клянутся, что позволят Богу взглянуть на него, хоть и могут быть наказаны за нарушение клятвы. И хотя человек позволяет Богу заглянуть внутрь своего сердца, это не значит, что он способен повиноваться планированию и подготовительной работе Бога, или что он доверил свою судьбу, планы и все в своей жизни контролю Бога. Таким образом, несмотря на клятвы, которые ты приносишь Богу или на твое отношение к Нему, в глазах Бога твое сердце все еще закрыто для Него, так как ты позволяешь Богу только взглянуть на твое сердце, но не разрешаешь Ему контролировать его. Другими словами, ты вовсе не отдал Богу своего сердца, а лишь говоришь приятные Богу слова. Свои же хитрые намерения ты прячешь от Бога вместе с интригами, махинациями и планами, а свои планы и судьбу ты крепко сжимаешь в руках, опасаясь, как бы Бог не отобрал их. Таким образом, Бог не видит искренности человека по отношению к нему. И хотя Бог действительно созерцает глубины человеческого сердца и видит, что в своем сердце думает и что желает сделать человек, видит, что хранит человек в своем сердце, сердце человека не принадлежит Богу, если он не отдал его под контроль Бога. То есть Бог имеет право наблюдать, но он не имеет права контролировать. В своем субъективном сознании человек не хочет и не намерен отдаться на милость Бога. Человек не просто закрылся от Бога. Некоторые люди даже придумывают способы, как запечатать свое сердце, используя милые речи и лесть, чтобы создать ложное впечатление и завоевать доверие Бога, но при этом скрыть свое истинное лицо от взгляда Бога. Их цель не позволить Богу увидеть, не позволить Богу понять, каковы они на самом деле. Они не хотят отдать свое сердце Богу, они предпочитают сохранить его для себя. Подтекст этого в следующем «То, что человек делает и чего он хочет, все это спланировано, просчитано и решено самим человеком. Ему не нужно участие или вмешательство Бога. Еще меньше он нуждается в планировании и подготовительной работе Бога. Таким образом, будь то в отношении велений Бога, его поручений или требований, предъявляемых Богом человеку, решение человека основано на его собственных намерениях и интересах, на его положении и обстоятельствах в данный период времени. Человек всегда использует знания, известные ему идеи и свой интеллект, чтобы принять решение и выбрать свой путь и не допускает вмешательства или контроля Бога. Вот человеческое сердце, которое видит Бог. Субтитры